всем привет меня зовут сергей приветствую на канале 1серж23 ну и вот как я вам обещал сейчас третий ролик посвященный ремонту крыши жидкой резиной в данном случае крыша покрыта была линокроном гараж постоянно зимой отапливается что начинает происходить как бы классно вы не закрыли если у вас не утеплена крыша как бы классно вы не закрыли линокроном крышу все равно при скоплении снега при скоплении льда когда на это бывает очень сильные снегопады потом начинается от крыши соответственно идет тепло этот снег подтаивает сильные морозы начинают фигачить лед образовывается он начинает разрывать линокрон вот сейчас я вам покажу что случилось крышей данная крыша кстати вообще в принципе делалось недавно этой крыши в принципе насколько я помню четыре года всего четыре года данной крыши и вообще вот ремонт перед первого узла вот который вот где скапливается непосредственно снег если в остальных местах еще крыша стоит вот это вот скапливается где скапливается снег образуется лед вот это делается каждый год каждый год снимаются листы и каждый год по 2 осенью производится обратно сейчас покажу вам что на самом деле получается с линокроном в нет в отапливаемом боксе если крыша у горожан не утеплена ну вот смотрите вот я вам показываю крышу видите вот это все трещины которые образовались этот новый линокрон его постелили буквально осенью прошлого года вот в это же где-то время постелили данный линокрон и вот смотрите что с ним стало то есть он весь под полопался потрескался он весь полностью то есть и соответственно крыша вот сейчас вот по данным местам она стала вообще просто капитально течь то есть вот показывать они по ним текло вообще когда образовался лед линокрон вода все равно вот ним не сможете вы линокрон он дубеет на морозе а когда он находится в воде он соответственно вода начинает под него протекать она найдет свои дырочки щелочки и все остальное и вот как только она протекла все начинаются вот такие вот картины буквально вот смотрите как будто его топором изрубили это вот горю это вот линокрон и поэтому сейчас я решил это мероприятие все перевести закопили закрыть вот по прям по данному линокрону вот с остатками стекломата подготовил сейчас новую швабру ручка сломалась буду закрывать жидкой резиной фирмы хаве вот показываю у жидкой резины есть огромный плюс у нее охеренная адгезия вообще к любым материалам и в принципе под нее очень сложно попасть в воде то есть она может только сама про ну вот сама лопнуть вот допустим я сейчас закрывать вот просто закрывать можно было просто закатать жидкой резины но в этом случае она просто но потечет я наверное сейчас у меня вот этого у меня вот этого жидкого гидроизола осталось одно ведро я думаю что больше чем вот на этот квадрат но вот принципе мне его и надо закрыть вот дальше потому что дальше все принципе нормально но тут делался какие-то там ремонта заплатки там небольшие были но тут ничего не течет тут все хорошо а вот это место сюда скапливается вода тем более видите крыша вся такая кривая то есть ну не переделывать же ее тут бетонное перекрытие на самом деле то есть этот как его называется и поэтому сейчас вариантов нет у меня сейчас я буду заниматься ремонтом кровли жидкой резиной потому что говорю но крыши они он все такие вон они все уродливые он посмотреть если по боксам то есть нету ни одного гаража у которого была бы ровная крыша там они все сделаны через очков то есть это блин я не знаю но когда видимо эти боксы строились просто людям строили их вообще не понимаю чего не делают то что ну вот такие вот ямы в которых скапливается вода зимой отталого снега то есть это вообще полная жопа но сейчас смотрите то сейчас я тормознусь покажу вам как непосредственно откуда идет течь вот вот через эти вот как это течь выглядит внутри бокс сейчас тормознуюсь и посмотрите вот собственно смотрите вот пол просто вы мало вот вообще то есть текло ужасно по всей вот этой вот по всем швам то есть и вот это вот основной угол который я вам показывал то здесь говорю здесь просто караул вот поэтому принципе в дождь здесь просто вообще капала видите гривом смотрите пол пол просто идеально чистое такое ощущение что я умыл я его не мыл он был грязным так что вот вот так текут крыши и звена крона и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Ну что же, вот последний солнечный день, вероятно Судя по прогнозам погоды, вообще погода, блин, просто жжет Я даже на рыбалку не успел съездить в этом году ни разу Потому что вот просто сразу 31 августа и после этого начались холода, дожди и прочая дрянь И вот только сейчас удалось отремонтировать крышу Как я говорю во всех роликах, вот я для себя этот вариант решил У меня с линокроном не получилось, то есть однозначно То есть в принципе я понял, что это не совсем мой материал Хотя у меня несколько боксов закрыты линокроном То есть но в будущем, если когда возникнет проблема Наверное я буду переходить тоже на жидкую резину Потому что просто эффект от нее мне нравится больше И я думаю, что этот материал будет более долговечен, чем линокрон Потому что видели вот как вот по этому боксу То есть вот я говорю, я каждый год ее закрываю линокроном Вот эти 2-3 листа я закатываю И все, их все нахер разрывает То есть разрывает водой Потому что как бы вы не прижигали Как бы вы не притапливали линокрон То есть как бы вы его не подтапливали То есть все равно остаются поры Все равно остаются поры А вот жидкая резина, она дает цельный монолитный слой Вот и все То есть и поэтому здесь, на мой взгляд, это более актуально Так что вот Решать, делать так или не делать Решать, конечно, вам Ну вот говорю, я вот сделал так Я вам показал, как я это делал Посмотрите, то есть как я пропитываю резину Резиной непосредственно стекломат и все остальное Так что вот Будет вопрос, как всегда, через почту Почта 1серж23собакамейл.ру Пишите, отвечу Спасибо за внимание До свидания